Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Всего за январь-август в Башкортостан из-за рубежа везли 442 автомобиля с пробегом. Из них 308 к началу осени перегнали из Казахстана. Предприятие Башкортостана в этом году отгрузит товары на 2,5 трлн рублей. Это на 400 млрд больше, чем в 2021. Об этом сообщил вице-премьер правительства, глава Минпрома Республики Александр Шельдяев. По его словам, этого удалось достичь за счет роста производства. За 10 месяцев этого года местные предприятия выпустили на 3% больше продукции, нежели в прошлом. Положительную динамику отмечает в сырьевом секторе рост на 20%. Обработки и энергетики по 0,5%. По прогнозам Минпрома в следующем году показатель может увеличиться на 3%. Этому способствует реализация крупных инвестпроектов нефтегазовых компаний. Власти Башкортостана видят большой потенциал в производстве продукции, которую ранее выпускали иностранные компании, ушедшие с российского рынка. В частности, предприятия Республики освоили производство импортозамещающего оборудования для «Газпрома», разработали систему пожаротушения СП-32, а сейчас участвуют в разработке комплектующих для пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100». В Башкортостан поступит очередная партия школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Минпромторгу поручено заключить госконтракт с Горьковским, Ульяновским и Павловским автозаводами. 59 транспортных средств доставят в Республику до конца марта следующего года, 14 скорых и 45 автобусов для школьников. Их распределят по селам и малым городам. Всего же для регионов закупят более 2000 единиц спецтранспорта. Из федерального бюджета на это дополнительно выделят почти 11,5 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к распоряжению Михаила Мишустина. Отмечу, что в ближайшие три года в Республике также запланировано приобретение и установка модульных конструкций для 286 ФАПов, 21 кабинета терапевтов, 41 сельской врачебной амбулатории и трех участковых больниц. Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию 11 объектов капитального строительства и реконструкция больниц и поликлиник в удаленных от столицы территориях. 168 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки экспортировали из Башкортостана в страны дальнего и ближнего зарубежья с начала этого года. Это почти на 11 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Продукцию закупили Азербайджан, Бельгия, Германия, Грузия, Дания, Латвия, Казахстан и Узбекистан. Специалисты надзорного ведомства выдали почти 4000 экспортных фитосанитарных сертификатов. Специалистами отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан с начала года проконтролировано и досмотрено более 63 тысяч тонн пшеницы, 6000 тонн ячменя и 23 тысячи тонн льна. Всего зерновых вывезено из Российской Федерации более 80 тысяч тонн. Пробы, отобранные из партии груза, прошли различные экспертизы в Башкирской испытательной лаборатории. Как показали исследования, все зерно и продукты его переработки соответствуют требованиям стран Европейского и Таможенного союзов. Доходы консолидированного в бюджет Республики выросли. По итогам 10 месяцев этого года в казну поступило 214 миллиардов рублей налогов. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Федеральной налоговой службы. При этом, если сравнивать октябрь этого года с прошлым октябрем, то поступления сократились на 15%. Похожая ситуация и с федеральным бюджетом. За год налоговые поступления выросли на 15%, а в октябре снизились на 6,5%. В 40 регионах рост налоговых доходов обогнал инфляцию. При этом в 10 доходы сократились сильнее всего в Липецкой области на четверть. Экономисты отмечают, начиная с лета положительный прирост неуклонно сокращается. Они связывают это с сокращением спроса на российские энергоносители, укреплением рубля и рядом других факторов. Также отметим, что до сих пор полностью не сформированы производственные логистические цепочки между предприятиями. Существуют значительные риски на рынке труда, что оказывает негативное влияние на экономическую активность предприятий. Одним из ключевых механизмов повышения устойчивости бюджета в субъектах Российской Федерации, как это не банально звучит, может быть стимулирование инвестиционной деятельности, реализация крупномасштабных проектов в области строительства дорог, социальных объектов и так далее. Особенно существенно на 40% в октябре сократились поступления налога на прибыль. Это связывает с уменьшением доходов крупных предприятий в условиях замедления экономики и падения спроса. В свою очередь выросли поступления налогов от малого и среднего бизнеса, налогов на имущество и на доходы физлиц. Ряд аналитиков предсказывали подобную ситуацию и ранее. По их мнению, сокращение поступлений в региональные бюджеты в ближайшем будущем продолжится. И санкции включились с середины лета. И результат в августе уже виден. Что-то удается перенаправить. Но то, что восполнить европейский рынок нереально, оно сказывается на масштабах производства. Это уже проявляется в доходах бюджет. Налог на прибыль начал падать. И мы понимаем, что как минимум еще полгода эта история будет продолжаться. Напомню, в Башкортостане действуют преференциальные зоны. Их резиденты получают ряд налоговых льгот. На ближайшем пленарном заседании депутаты госсобрания рассмотрят возможность упростить критерии для заключения с инвесторами социнвестконтрактов. Автопроизводители, которые заключат такие договоры, полностью освободят от региональной части налога на прибыль. Это 17%. Для производителей химической продукции, металлических изделий и ряда других товаров ставку снизят до 5%. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.